У каждого человека должна быть вот такая справка от работодателя. Ездить с ней можно только по работе. На это имеют право люди, работающие в медицинской и аптечных сферах, а также те, кто обеспечивают продовольствием населения, ну и других организаций. Например, наша телекомпания относится к средствам массовой информации, поэтому мы имеем право на передвижение. Водитель Сергей Андреевич с правкой от работодателя уже обзавелся. Теперь спешит к коллегам раздать документы, но на въезде в город образовалась большая пробка. Правка-то она есть, только пока доберешься, времени слишком много пойдет. Может быть и это эффективно, но нашим народом сложно. Любые методы в данной ситуации, любые методы борьбы с этим коронавирусом. Должны приносить какие-то результаты. Просто у нас не все законопослушные. Сотрудники ГИБДД рассказывают об ограничительных мерах, которые действуют в регионе. В случае необходимости посетить медучреждения или пожилых родителей, закупить нужные товары, водители проезжают. Тот, кто следует на работу, должен предъявить справки с предприятию. У тех, у кого их нет, проходит регистрацию на КПП. Возвращаются домой только те, кто собрался на прогулку. Совершенно правильно, я считаю. Только еще бы плюс был бы общественному транспорту, хотя бы полосу выделили бы, чтобы мы не стояли, потому что люди кто-то на работу опаздывают. Справку так таковой не дали, пока шнарки электронные прислали. Те, кто работают, они должны работать. Если они сейчас заразятся, то никто не будет работать. Здесь все делается, чтобы предотвратить распространение коронавируса у нас в Самарской области. Сотрудники ГИБДД справились с утренним потоком автомобилистов. Напоминаем, что всех посидеть дома призвали не просто так, а с целью остановить распространение коронавируса. А это значит, что от ответственности жителей зависит, как скоро режим ограничений в регионе закончится. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.